Ребят всем привет! У нас утренняя суета. Скажи, Боря еще не дозавтракал. Он позавтракал, что-то побегал, побегал и решил доесть кашу, короче. Да, сына? Ай, скажи, вкусная каша была? А я готовлю, короче, пересматриваю, это наши заказики. Это, короче, здесь обновки. Это обновки мне, Боре и Анюте. Будем, короче, примерку сейчас устраивать, но там будет отдельное видео. Здесь такие крутые вещи. Просто не могу. Короче, от Грандстока мы заказывали. Покажу обязательно. Ну, мы сейчас обновляем свой кодероб по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я еще сейчас курсы пройду. У нас на этой неделе... Ребят, ребят, вы разварите, только не шумите, хорошо? Ну, чтоб не это. А то они там... Знаете, многодетная семья это как детский садик. Заходили когда-нибудь в гулку детского садика? Когда заходишь, там мулитка. Вроде никто громко не разоваривает, а такой... Стоит гул. Вот. И, короче, по курсам гениального Борка. Это бесценно. Я не могу. Я просто от этого курса не могу, понимаете? Он воплощает все мои мечты за последние года. Это... Это что-то. Вот Боре не даст соврать. Я все время хожу. Боря, я так этого хотела. И нас это обучает. Потом снова проходит неделя. И нас начинают обучать теми, которые я просто уже там последний год думала. Или последние три года об этом думала. Мужики, жена очень сильно изменилась. Всем советую. Оплатить женам курсы. Все, поел? Ты поел? Красота. Молодец. Хорошо, давай теперь футболку тебе нужно поменять. У тебя прыскался? Да. Замазался. Кашей заляпался. Короче, на этой неделе ты какую-то руку убери. Тут нормально. Нормально, да? Ну, там что-то близко прям очень. На этой неделе, на прошлой неделе нас учили, с нами работали стилисты, которые учили подбирать одежду, подбирать свой цветотип. Насколько я поняла, я мягкое лето. Насколько я поняла. Либо же осень какая-то там. Короче, кто разбираться в цветотипах поймет, о чем сына. Мы потом отнесем, не трогай тарелочку. И там, ну, рассказывается, я еще, конечно, буду вникать туда, в это. Но, кто знает, что такое капсульный гардероб, поймет, о чем я сейчас говорю. Решила сделать себе капсульный гардероб. Правда, вот это я заказала до этой недели. Оно пока к нам пришло, мы как раз, ну, я заказала, заказик сделан на неделю три назад. Вот. А капсульном гардеробе мы слушали на той неделе. Но интуитивно я все равно свою одежду подбираю так, чтобы она подходила друг к другу. Вот я не знаю, я когда слушала, думаю, слушай, у меня к юбке подходят все мои футболки. У меня там к джинсам подходят все мои кофты, футболки. То есть интуитивно я к этому ушла, но как бы не до конца. И после этой недели я так говорю, Борь, что я тебе вчера сказала по поводу обуви? Мне нужны туфли на каблучке. Я говорю, Боря, почему я не могу себе позволить на выход? У меня в Киеве будут свои туфли на каблучке. Ребята, не ссорьтесь. Саша, не ссорься. Боря, Боря, они одежду разбирают. Быстренько я, покажи, что они делают. У нас же все без монтажа. Все без монтажа, ребята. Эти видео чем прекрасны, что все без монтажа ничего не вырезается. Мы и так не вырезаем особо. Ну, знаете, бывает случай, конечно, все равно вырезаешь. Но вот это вот я стирку им разобрала утром. Я разбираю каждому кучки. Говорю, это твое, это твое. А они себе складывают в шкаф сами. Боречка, не мешай ему. Боря, не трогай Сашу. Ну, подавай, только не мешай. В общем, у меня были в Украине туфли на каблуках. Это мои первые туфли, из-за которых, в принципе, я пришла в царик, где я сейчас. Они мне помогли. И они такие были классные, компактные. Они подходили под все. Я говорю, мне нужны одни туфли, потому что у меня свечернее платье одно, зелененькое, помните? И говорю, где-то на выход, на какое-то мероприятие, ну, в принципе, потерпеть можно. Вообще туфли не люблю на каблуках, ноги болят, и я против того, чтобы ходить это. Мне понравилась фраза Тины Кароль. Как человек она мне импонирует очень сильно. Я не все песни ее слушаю, потому что, ну, слишком откровенные клипы и так далее. Но импонирует как человек она мне. И, значит, она говорит, дома я в туфлях не хожу. А на туфли одевать, на каблуках, на высоких, ну, на мероприятиях какие-то. Я так подумала, а что бы мне так? Можно. Тем более у меня рост низенький, можно чуть повыше. И заказали детям новые игры. Мы игры обожаем настольные. Обязательно снимем обзор. Мы их опробуем. Скажем, скажем, свое мнение. В общем, сейчас вот это просто я готовлюсь с утра к обзорчикам. Посылки пришли, нужно их снять, нужно с детьми опробовать. Короче, это все. Ну, и думаю, поделюсь же с вами. Поделюсь с вами новинками такими, знаете. Та-та-та. Так что это? Утро началось. Ну, оно уже началось у нас с 8 утра. Я в 8 встала, а дети в 9 подтянулись. Они у нас в 9 встают. Ну, кто раньше? Аня раньше встает. Позавтракали уже. И сейчас у нас начинаются обычные будни. Я белье сняла, новую стирку поставила. И снова ссоримся. А папа все снимает? Все снимает папа. Теперь у нас формат есть без вырезания. И все папа будет снимать. Посмотри, лыбится стоит. Да, все папа снимает. Что тебе смешно от этого? Домик. Домик? Да. Скажи, что ты, мама, разговариваешь? У меня тут домик в голове. Какие это? Так, ребят, давайте наводим порядок. И сейчас они у нас будут обучаться. У них время учебы. С 10 занятий. Учеба до 3. Это курсы. Это уроки. Это английский. Подобашенные задания они с утра выполняют. Курсом готовятся. А мы будем с вами прощаться, чтобы с Борей начать съемку. Короче, сейчас будем примерки им стать. Я прям не могу. Я уже хочу на себе все померить. Пока-пока. До новых видео, ребят.